Привет всем, дорогие друзья! Через месяц мне исполнится 59 лет. Когда я встречаюсь на улице или где-нибудь со своими ровесниками, ровесницами, конечно, у нас разговор почти всегда включает в себя тему здоровья. И, конечно, почти всегда, почти от всех своих ровесников и ровесниц я слышу о том, что их здоровье и оставляет желать лучшего. У кого-то уже проблемы с повышенным давлением, у кого-то ни к чёрту поясница, у кого-то болят суставы, у кого-то какие-нибудь кожные проблемы, всё обсыпало попеловами и так далее, и так далее. Не могу сказать, что встретила хотя бы одного человека, который бы сказал, что у него со здоровьем всё ок, у него вообще ничего не болит, и вообще жизнь прекрасна. И получается, что я встаю, и у меня ничего не болит, у меня всё ок, у меня всё норм, я не жалуюсь на своё здоровье, всё здорово, всё замечательно, и это при том, что мне вот уже вот-вот будет 59. И в этом возрасте уже принято быть с лишним весом, быть с каким-нибудь одним или двумя или несколькими заболеваниями, но вот у меня вот так. И при этом я понимаю, что я именно своими руками создала себе вот эту здоровую базу. То есть было время, когда я была значительно моложе, мне было 53, но я не могла похвастаться тем, что у меня всё нормально со здоровьем, с внешним видом. Как раз-таки наоборот, вот 6 лет назад у меня было много проблем. И тем не менее, мне удалось найти, вот нащупать тот золотой путь, который и привёл меня к избавлению от всех проблем со здоровьем, к нормализации моего физического тела, внешнего вида. Я считаю, что для 59 лет я нормально выгляжу. Пусть у меня есть признаки возраста, это само собой, но дело не в признаках, а дело в самочувствии, потому что тема сегодняшнего видео – это как сохранить здоровье. Так вот, друзья мои, чтобы ответить на этот вопрос, как сохранить здоровье после 50, конечно, можно очень много создавать разных видео, можно писать очень много книг, можно писать много тренингов, курсов, делать самые различные вебинары. И все они, конечно, будут по теме, все они будут по делу, и на каждом из этих курсов, тренингов, вебинаров или в книге можно раскрывать разные темы, как быть здоровым после 50, как сохранять здоровье в почтенном возрасте. Но есть один нюанс. Дело в том, что далеко не каждый слушатель или зритель готов потратить массу своего времени, чтобы каждый день или несколько раз в неделю посвящать изучению, просмотру, прослушиванию вот этих вот всех курсов, книг, лекций, тренингов и так далее. Ну и опять же, не у каждого есть для этого финансовые возможности, потому что, если, скажем, видео на Ютубе можно смотреть бесплатно, то, например, книги мои или курсы можно прочитать или пройти только платно и так далее. Каждый выбирает по своим возможностям. Вот что я придумала в этом плане, чтобы как-то сжато преподнести вот эту тему, как сохранить здоровье после 50, как дать самые выжимки, чтобы человек пришёл и за минимальное количество времени взял вот этот весь ценный опыт, перенял его и пошёл дальше жить, применяя этот опыт в своей жизни. Я придумала вот что. Я посмотрела на других экспертов, блогеров, специалистов в подобных нишах, и я вижу, что все они периодически собирают людей на семинары, то есть не на вебинары, которые проводятся вот так онлайн, а именно на живые семинары, на встречи где-то в каком-то конкретном месте Земли, когда собираются группы единомышленников, и они очень плодотворно проводят там несколько дней, посвящённых именно раскрытию какой-то тематики, связанных, как правило, со здоровьем, со здоровым образом жизни. Я решила, что я тоже не буду отставать от своих коллег и тоже проведу семинар. Я выбрала среднюю полосу. Я не стала загоняться на какие-то южные, тёплые, там, далёкие края, страны или города. Я выбрала среднюю полосу, потому что сейчас такое время. Я хочу провести семинар в марте, и это время, когда, в принципе, ещё лежит снег, ещё весна не пришла в полной мере. Есть возможность покататься на лыжах. Дело в том, что я фанат лыж. Я всю свою сознательную жизнь занималась лыжным спортом и до сих пор люблю это дело. И поэтому каждую вылазку куда-нибудь за город я обязательно сопровождаю лыжами. Я нашла такое местечко. Это местечко в Рязанской области. Оно называется Экопарк. По ссылочке внизу вы сможете посмотреть подробнее, что это за место. Оно расположено в Сосновом лесу. Рядом находится знаменитый биатлонный комплекс «Алмаз» федерального значения, где проложена великолепнейшая лыжная трасса, на которой может кататься каждый желающий. Я там была в прошлом году, и это было незабываемо, потому что на таких лыжных трассах профессиональных кататься просто одно удовольствие. Чем еще примечательен этот комплекс «Экопарк»? Там есть такое заведение, которое называется «Термы». «Термы» – это комплекс бань и бассейн под открытым небом. Конечно, вода с подогревом. Я тоже там была и посещала все эти бани, 10 видов бань и этот бассейн. Тоже сложилось довольно интересное впечатление об этом мероприятии. Ну и, конечно, это домики, номера в гостинице, где каждый может приехать, снять номер и побыть немножко в этой расслабленной обстановке, подышать сосновым воздухом, покататься на лыжах, ну, просто отвлечься от городской жизни. Я выбрала это место, потому что оно удалено от города. Оно тихое, оно красивое, оно спокойное, оно с чистым воздухом. И там есть хороший конференц-зал. Я уже забронировала этот конференц-зал на 14 и 15 марта. Итак, два дня, 14 и 15 марта, я буду проводить живой семинар «Как сохранить здоровье после 50». Семинар продлится первый день 4 часа и во второй день 4 часа с 15 до 19 часов с паузой кофе-брейком. Что включено в оплату этого семинара? Только сам семинар. То есть первый день и второй день с кофе-брейком и еще туда включены индивидуальные консультации, если они кому-то будут нужны, но они уже будут проводиться за рамками конференц-зала, потому что конференц-зал рассчитан на 4 часа в один день и в 4 часа в другой день. А индивидуальные консультации мы можем проводить либо до, либо после в эти дни, либо в кафе, либо на улице, там прекрасные аллеи для прогулок, либо в домике или в номере. В общем, так, как мы договоримся с теми людьми, которым нужна будет моя индивидуальная консультация. Это будет бесплатно. А вот бронированием номеров или домиков участники семинара, те, кто захотят приехать, уже будут заниматься самостоятельно. Опять же, даю ссылочку на сайт, и можно посмотреть, какие наличия есть номера, и есть ли вообще на эти даты, забронировать себе номер, и только после этого уже оплачивать участие в моем семинаре. Чтобы не получилось так, что вы оплатили участие, а номер свободен не оказалось. Но я надеюсь, что номера будут, и надеюсь, что мы соберемся. Может быть, не очень большой компании, на очень большую я и не рассчитываю, но даже тесной компании будет достаточно для того, чтобы получить за эти два дня максимум информации. Я знаю, что когда есть вот такой дедлайн, когда есть определенное количество часов, подведённое тебе на твою тему, ты будешь выкладываться по полной. Ты не будешь растекаться маслом по древу, мусолить там какие-то всякие вещи около да вокруг. Ты будешь говорить чисто по теме, чтобы человек у тебя взял из этого мероприятия саму суть. И я именно это и собираюсь делать. Первый день я посвящаю теме питания, потому что изменение питания после 50 – это закон. Вот как хотите, но питание менять нужно. Если вы всю жизнь на традиционном питании, то, собственно, вы и будете находиться в традиционных проблемах, свойственных этому возрасту. Поэтому первый день – это тема питания, как его менять, в какую сторону. Два часа – это будет лекция, потом небольшой перерыв, и остальные два часа – это ответы на вопросы участников семинара. Второй день я планирую посвятить теме очищения организма, потому что с точки зрения натуропатии невозможно прийти к здоровью только через одно изменение питания. Теоретически можно, но это будет очень растянутый период. А поскольку мы говорим о возрасте после 50, то нам уже некогда растягиваться. У нас нет в запасе столько времени, сколько есть, скажем, у 30-летних, у более молодых. Мы уже люди пожившие, и нам хочется быстрее наверстать упущенное, быстрее вернуть свое здоровье, которое мы подрастеряли. Поэтому без очищения не обойтись. То же самое. Два часа будет лекция о том, что такое очищение, как его проводить и так далее. И два часа ответов на вопросы. Вот это основные темы моего семинара, моей встречи. Ну, плюс я планирую, поскольку мы с мужем приедем на машине, я планирую привезти с собой все, что мы имеем на сегодняшний день в продаже в нашем интернет-магазине «Здоровье Светки», а это наш натуральный мед с пасеки, наши травяные сборы для очищения, какие-то эфирные масла, возможно, привезу, и другие вещи, которые, я считаю, неотъемлемым атрибутом здорового образа жизни. 14 и 15 марта два дня будет идти семинар. на следующий день, 16 марта, это как раз день моего рождения, именно тот день, когда мне исполнится 59 лет. Я планирую его тоже провести там, в эко-парке, на лыжне, но это уже будет день просто свободного общения, и если кто-то захочет остаться и на этот день, и просто провести вместе со мной это время на прогулке, на лыжне, в таком уже неформальном общении, я, конечно, буду тоже этому рада, буду это приветствовать. Итак, друзья, я приглашаю вас всех, особенно тех, кому уже за 50, и те, кто давно меня смотрит, и те, кто пытается что-то сделать самостоятельно, но, может быть, у вас не всё получается, или у вас что-то ещё пока не сложилось в голове, есть много вопросов, но вы очень хотите получить ответ на эти вопросы, я приглашаю вас на эту живую встречу, на этот живой семинар. Я делаю это вообще крайне редко. Мой последний семинар, первый и последний семинар был в 2019 году в Сочи, сейчас 22-й, вот я буду делать его в Рязанской области. Когда я буду делать следующий, я вообще не знаю, когда мне придёт это на ум. Поэтому воспользуйтесь этой возможностью, встретиться со мной вживую, пообщаться, получить массу знаний и использовать их для своего блага. Всю информацию более подробную по этому мероприятию я помещаю внизу, тут ссылочка, переходите, смотрите, бронируйте себе места, потому что до 14 марта осталось уже совсем мало времени, и если у вас возникнут какие-то вопросы именно по организации, по размещению, то смело их пишите в комментариях, либо мне на социальные сети любые. Да, кстати, вот был уже вопрос, что спрашивали, можно ли приехать на своей машине без бронирования, просто на один день семинара или на два семинара, два дня семинара, но не бронировать номер. Это всё на ваше усмотрение, то есть бронирование номеров, это чисто ваша инициатива, если вы живёте где-то поблизости, там в Рязани или в каком-то близлежащем городе или городке, вы можете, конечно же, ничего не бронировать, вы можете просто приехать в ЭК-парк, послушать мою лекцию, уехать ночевать где-то там в другом месте, где у вас есть возможность, но при этом ваше участие, естественно, в семинаре будет платно. Итак, до встречи 14 и 15 марта у меня на семинаре, на живой встрече, на тему «Как сохранить здоровье после 50». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова